В Омской области разгорается скандал вокруг увековечивания памяти солдат Великой Отечественной. В селе Лузино на мемориальной доске, посвященной ветеранам, ушедшим из жизни в мирное время, оказались и здравствующие участники войны. В сельсовете оправдываются, в скорбный список фронтовиков отправил бывший глава поселения. Списки были поданы на утверждение главе администрации Николая Ивановича Великодна. И он распорядился дописать живых ветеранов. Причины и почему так произошло, я, к сожалению, не могу сказать. И после того, как подавали эти списки, наверное, надо было проверить еще раз. Но не проверили. Вероятно, экс-глава сельсовета хотел таким образом сэкономить на дополнительной гравировке фамилий. К открытию монумента в День Победы сельская администрация ситуацию попыталась исправить. Семь имен живых героев заклеили скотчем. Позже наймут гравировщиков, которые сотрут фамилии или закажут новый памятник. Сейчас для этого денег в сельском бюджете нет. Это люди не погибли во время боя. Они выжили. Их нельзя ставить на одну линию теми, кто погиб во время войны. А тем более те, которые живые. Об этом вообще нельзя было вести никакой раздор. Нельзя людей сохранить, пока они живые. Только щуки. Продолжение следует. Продолжение следует.